Приветствую вас, и, во-первых, мне бы хотелось начать вот с чего. Вы пишите, что ваша дочь делает всё тяпля. То есть вот, она безответственно относится к тому, что делает своими целями. Вот с какого момента это началось? То есть, было ли так всегда? Или началось только в последний период, в последнее время? Или, может быть, всё это повлияло после какого-то события, она начала так себя вести? Очень важно, чтобы вы смогли выделить этот момент, момент переломный, когда ребёнок начал делать всё спустя рукава. Вполне возможно, что она потеряла веру в себя. Она разочаровалась в том, что сможет сделать что-то лучше. И её разочарование является следствием не пережитой определённой ситуации, которую вы, наверное, упустили из вида. Соответственно, вот, если говорить в этом ключе, то обязательно постарайтесь подумать, что же, собственно говоря, ваша дочь могла разочаровать и столкнуть с ответственного, старательного пути достижения своих целей и осуществления дел. Следующий момент, который я бы хотел разобрать, заключается в том, что вы, желая свою дочь научить чему-то, показать ей, как нужно, как правильно и так далее, вы тем самым демонстрируете ей, что вы делаете лучше то, что ей предстоит. Ребёнок сидит находиться в таком возрасте, когда активно противопоставляет себя всему миру и вам в том числе. И когда она видит, что вы делаете то, что ей хочется и нравится лучше, она автоматически думает, ну, а зачем мне стараться, если вот у вас всё это уже получается. И не делает. Кроме того, она знает, что если у неё что-то не получится, то, соответственно, вы всегда её поправите, всегда её подкорректируете, всегда ей помутите. И это, конечно же, расслабляет. Это очень сильно расслабляет, потому что нет ощущения ответственности за свои действия, за свои поступки и так далее. Если вы перестанете ей помогать, если вы перестанете делать за неё то, что она должна делать, если вы перестанете доделывать, то что получится? Получится, что ребёнок столкнётся с последствиями своих действий и эти последствия ей не понравятся. Ну, например, вот рисунок, который она создаёт. Она потом, наверное, покажет его кому-то или ещё что-нибудь, например, у чего-то или что-то ещё. И ей не понравится то, как оценят люди этот рисунок. Ведь она будет знать, что могла сделать лучше, но не сделала. И, с одной стороны, ей захочется максимально проявить себя, максимально раскрыть свои возможности, свои способности. С другой стороны, вам необходимо для себя самой понять, что человек, в принципе, не может делать всё идеально. Что какие-то вещи у него получаются лучше, какие-то хуже. И не требовать от неё выполнения тех действий, которые вы делаете так, как вы. Потому что она делает их по-своему, она выполнит их так, как видится ей. Но для этого необходима свобода, для этого необходимо отсутствие давления, для этого необходимо время. Если каждый раз, когда она проявляет свою инициативу, вы в итоге всё равно её поправляете и говорите, что вот это не так, это неправильно, то она чувствует, что она ничего не может. И проще смириться и принять ваш результат. Если вы наоборот говорите, что да, молодец, продолжай в том же духе, только вот тут, вот тут, вот тут поправить. Если хочешь, а если не хочешь, то не поправляй, то это существенно повысит её мотивацию к тому, чтобы что-то делать. Потому что она будет ощущать, что результат зависит только от неё. И ни от кого больше. Отдельного момента, заслуживает мне кажется этот факт, что вы пишете о том, как показываете на своём примере, как нужно правильно делать то или иное. Проблема заключается в том, что ребёнок, а именно дочь, хочет быть похожим на вас. По крайней мере, у неё есть определённые отношения с вами и определённые отношения к вам. Вообще говоря, периодический образ женского поведения и женщины вообще для девочек складываются на основе матери. И она либо противопоставляет себя вам, либо наоборот стремится быть похожей на вас. Если она себя противопоставляет вам, то понимает, что раз вы лучше неё в чём-то, значит этим делать, этим заниматься не стоит. Если она стремится быть похожей на вас, то она понимает, что вы находитесь на далёкой дистанции от неё и она вас всё равно не догонит. Она не сможет сравняться с вами в том, как вы это делаете. Как видите, оба варианта угрожают девочке тем, что слишком большой разрыв между вами и ей в способностях, в степени научения, в опыте и так далее. И это нормально, потому что вы ведь взрослый человек, а она ещё подросток, и она только учится освоению определённых действий, инструментов и так далее. И очень важно, чтобы вы не стремились на своём примере показывать как нужно, а чтобы позволяли девочке действовать так, как ей самой того хочется, чтобы она могла сделать всё по-своему, не похожее на ваше исполнение того, о чём идет речь. Это рисунок, это уроки, это мы всё по-своему и так далее. У неё будет свой подход к осуществлению любой деятельности. Но этот подход выработается только в том случае, если человек будет чётко осознавать, что его действия никто не будет поправлять. Чётко осознавать, что кроме него никто не сделает каких-либо вещей. И чётко осознавать, что негативные последствия, которые будут в результате не очень качественных действий, ей придётся принимать на себя самой. То есть с ней никто их разделять не будет, а следственных будет только на ней. И в дыхательном порядке очень важно, чтобы вы, когда она чего-то не доделает, её не ругали. Не говорили ей, что вот надо так, надо так. Не доделала хорошо. Оставил себя в действии. Это покажет ребёнку, что вы не связываете своё отношение к ней с тем, что она делает. То есть нет причинно-следственной связи между вашей любовью к ней и её успешностью. И мы с вами понимаем, что этой связи нет. Но ребёнку увидеть эту связь очень легко. На это вы можете возразить, что, ну вот допустим, хорошо. С учёбой, там, с ресурсами это может проработать. А как быть с мытьём посуды? Ведь посуду грязную оставлять это очень неграсиво и вообще нежелательно. Всё верно. Оставлять посуду безусловно нельзя и не стоит. Но нужно сказать, сказать девочке о том, что если она не будет мыть посуду, то ничего страшного с вашей стороны по отношению к ней не будет. Но она позиционирует себя как недостаточно ответственного человека, как недостаточно ответственную хозяйку. И это означает, что вы не будете относиться к ней на должном уровне. Возможно, вы лишите её чего-нибудь такого, что было бы ей предложено в случае ответственного исполнения её обязанностей. Причём эти обязанности не связаны с чем-то критичным. Еда, там, телевизор, может быть компьютер или там одежда. Нет. Это связано с чем-то таким, что присуще лишь взрослым. Подросток активно хочет быть взрослым. И если вы покажете ему, в данном случае своей души, что выполнение на определённом уровне действий включёт за собой определённые же привилегии взрослого человека, то, скорее всего, этот мотив станет для девочки определяющим. Можно говорить и о мотивации ребёнка. Мотивация ребёнка делать то, что вы от неё хотите. Отсутствие мотивации – это всегда отсутствие смысла того, что она делает. Например, я рисую на бумаге, я не понимаю, зачем я рисую. У меня нет смысла, ради чего я рисую. Надо понять, что для девочки является важным. Может быть, это ваша оценка. Ваша похвала, ваше восхищение. Может быть, это получение того, чего она хочет. Чего-нибудь желанного. Но человек, маленький человек, вопрос так, в этом возрасте только уясняет, что за хорошо сделанную работу всегда идёт восхищение, всегда идёт поощрение. При этом поощрение не всегда материальное. Не нужно привязывать девушку исключительно к материальным вознаграждениям. Обычный простой поцелуй, восхищение, похвала, уважение, проявление уважения – этого также бы недостаточно. Важно даже не то, что вы делаете. Что вы представляете ей как поощрение. А важно то, как вы ей представляете это. Если вы делаете это серьёзно, восхищённо, подчёркивая момент, а не мимоходом, то ребёнок это запомнит. И это для него будет стимулом в дальнейшем поступать дальше. Потому что она будет знать, что если она сделает хорошо, то это обязательно оценит. Не сейчас, но потом. Не один человек, так другой человек. Но вам важно показать ей это, что за плохо сделанную работу тоже будет соответствующая оценка. И оценка не в виде ругания. И даже не в виде лишения чего-либо. Это оценка на уровне чувств. То есть на неё будут смотреть как-то неспособную к чему-то. И ладно бы, если бы она не могла вообще. Но она может. Может и не хочет. И очень важно передать именно обиду. Обиду за неё. Вам обидно, что она, имея возможность что-то сделать, этого не сделала. И поверьте мне, такая вот обида граничит со стыдом. То есть вот вам стыдно за своего ребёнка, да, допустим. Самим подросткам переживать за очень тяжело. И если вы покажете своей дочери такое вот переживание, то я уверен, она приложит все усилия для того, чтобы больше никогда не видеть у вас соответствующего выращения лица. Вот примерно так можно себя вести. И примерно так можно себя вставить, чтобы помочь вашему ребёнку обрести новые смыслы и цели для того, чтобы выполнять те действия, которые на неё предлагаются хорошо, правильно, максимально качественно и быстро. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.